Недавно открыли памятник карателям легиона ВАФНСС, а в 70 километрах отсюда, в городе Добыло, отреставрировали мемориал, посвященный советским солдатам. Сегодня состоялась церемония открытия. Репортаж Даниила Смирнова. Добельское воинское захоронение. За каждым надгробным камнем история военного подвига. Вот могила героя Советского Союза Валерия Федоровича Величко. Он был наводчиком танка Т-34. В районе Леясвильне экипаж его машины занял место в засаде. Подбил три танка противника, но был обнаружен. Прямым попаданием убило всех, кроме Величко. Наводчик, будучи раненым, продолжал бой. Горящая машина, к удивлению немцев, подбила еще один, четвертый танк. Звезду героя Валерий Величко получил посмертно. Сейчас он лежит под этим камнем в Добелле. А когда-то в честь его подвига в этом городе на постаменте стоял танк Т-34. Националисты сбросили этот памятник и выпросили на свалку его. Один из единственных памятников был поставлен в Латвии. Танк. Еще девять героев Советского Союза покоятся на мемориале в Добелле. А также восемь тысяч солдат и офицеров, среди которых и латыши из 130-го стрелкового корпуса. Их не забыли. Сегодня состоялось торжественное открытие отреставрированного комплекса. Я должен сказать, что вот это захоронение одно из самых крупных в Латвии. И работы здесь реставрационные проводились. Очень крупные, существенные работы. Выделены большие деньги были Российской Федерации на восстановление мемориала и всего комплекса Добеля. На восстановление мемориала было израсходовано 350 тысяч долларов. Сейчас здесь четко прочитывается каждая фамилия погибшего солдата. И до сих пор здесь происходит чудесное открытие. К нам обратились две женщины, жительницы нашей власти, Добелснов. Информировали, что они нашли фамилию своего отца. Они были очень рады, что наконец его нашли здесь. Они искали его во всей России. И потом у них была информация, может быть, он где-то в Латвии. Они искали и там. И наконец нашли почти здесь, недалеко, 15 километров от своего дома. Житель Добелы Андрей Исаев вырос в Сибири, где вся деревня состояла из его однофамильцев. Он уверен, что наверняка здесь есть и его родственники. Тут лежат три Исаева. Рядовой, сержант и ефрейтор. И возможно, может, 10% того, что, может быть, мои родственники здесь лежат. Вообще у нас нет такой неждоусобицы между русскими и латышами. Мы как-то здесь довольно тихо, мирно живем. Мне нравится это положение. А вот всего лишь в 70 километрах отсюда, в Бауске, местные власти не могут отличить воинов от карателей. Недавно в этом городе им поставили памятник. Понимаете, это все равно полицейские батальоны ВАФНСС, с которыми связаны карательные операции в России, в Белоруссии. Знаменитая операция «Зимнее волшебство», когда по уничтожению белорусских партизан и под Псковым, и так далее, и так далее. Здесь, ну, просто нету слов, так сказать, чтобы выразить возмущение и осуждение жесткое подобных поступков. Россия не может, конечно, повлиять на власти Латвии, чтобы демонтировать этот памятник. Но, в общем-то, мы бы, конечно, не возражали. У той же Германии было много своих военных героев. Немцы прекрасно знают их имена, о них пишут в мемуарах. Но этим солдатам не ставят памятники. Этот почтенный старец Отто Кариус воевал на танке «Тигр». В годы войны на Восточном и Западном фронте он подбил 150 танков противника, 20 из них в Латвии. Сейчас он владеет аптекой под названием «Тигр», продает людям лекарства. А когда-то был простым солдатом, побеждал в честном бою. Однако немцы никогда не поставят ему памятник, не увековечат в мемориале, потому что он участвовал в нечестной войне и в конечном итоге проиграл ее и капитулировал. Данил Смирнов, Сандрис Полис, телекомпания ТВ5.